Ну что же, добрый день и добро пожаловать на 17-ю конференцию пользователей ESRI в России и странах СНГ. Ежегодная пользовательская конференция – это уникальное мероприятие, на котором вы можете лично встретиться с вашими единомышленниками, наладить бизнес-контакты, а также приоткрыть для себя занавес, скрывающий еще не выпущенные версии продуктов компании. Фундаментально наша работа была сконцентрирована вокруг системы ArcGIS. Именно здесь сфокусирована наибольшая часть наших инженерных усилий, результатом которых стало превращение системы ArcGIS во всеобъемлющую систему управления географической информацией. В ArcGIS, как и у системы, есть веб-клиенты, есть клиенты, есть мобильные клиенты, десктоп-клиенты. И, конечно, с другой стороны, есть серверы – публичные, корпоративные. И по нарастающей облачной сервисе появилось новое измерение ArcGIS Online, или еще одно его название – это ArcGIS Portal. ArcGIS имеет множество воплощений, и десктоп, безусловно, является наиболее популярным, с более чем миллионом пользователей. Также сервер, который стремительно врывается на рынок с уже как минимум 100 тысячами узлов, предоставляя тонким клиентам доступ к общей инфраструктуре. Третье воплощение – облачное, также решительно входит в жизнь. Эти три архитектуры могут быть развернуты как независимые друг от друга компоненты, или же могут быть частями единой системы. В 10.1, который выходит в первом квартале 2012 года, эта система существенно расширяет нашу основную платформу, привносит множество новых функциональных возможностей. Большинство из них, о которых вы давно спрашивали, но также есть новые, некоторые из которых, я бы сказал, меняют правила игры. В дополнение к тому функционалу, мы также очень серьезно работаем над улучшением качества производительности. Делаем продукты более удобными в использовании. Работаем над тем, чтобы вы могли работать продуктивно и эффективно, чтобы работать в системе ArcGIS было удобно. Безусловно, мы улучшаем способы работы с отображением сложных данных и их редактированием. Так, например, одним из наиболее популярных запросов пользователей, которые мы удовлетворили, была динамическая легенда в виде компоновки карты, или введение учета авторских записей, авторских изменений. Если кто-то изменил мой полигон, я знаю дату изменения и имя автора. Или вот еще, целый набор инструментов для генерализации, улучшенной подписи, поддержка исторических, изменяющихся со временем данных. В целом, в 10.1 мы добавляем 85 новых инструментов геообработки. С точки зрения новых инструментов, 10.1 открывает новые горизонты в прогнозировании и описании феноменов, например, таких как пространственно-временные кластеры. В частности, поисковая регрессия – инструмент, позволяющий взять одну переменную и исследовать множество других переменных, находя и анализируя их связи с исходной. Возьмем, например, заболеваемость. Какие другие факторы коррелируют с ней, или с уровнем преступности, или с эрозией почвы. Была также проделана огромная работа с уже существующими инструментами и алгоритмами. В нетроканализ, например, была добавлена поддержка исторического трафика, трафика реального времени и ожидаемого трафика во все 6 алгоритмов. Очень многие алгоритмы были оптимизированы. Так, например, алгоритм расчета области обслуживания стал в некоторых случаях до 50 раз быстрее. Все эти новые и улучшенные инструменты, небольшие ключики, которые, я уверен, приоткроют для вас и для нас всех занавес над многими загадками географии. Если, например, взглянуть на то, что новое есть у нас в пакете пространственной статистики, то я бы сказал, что один из самых интересных и новых инструментов здесь, из этого пакета, это анализ групп. Инструмент, который комбинирует объекты в группы, полагаясь на их атрибутивные данные. Однако этот инструмент принимает во внимание не только плоские атрибуты объектов, но и их расположение в пространстве и времени. Анализ групп поможет найти ответы, например, на такие вопросы, как Какие образцы сальмонеллы являются частями одной и той же вспышки заболеваемости? Какие городские микрорайоны, например, имеют схожие потребительские привычки? Или какие из совершенных преступлений наиболее схожи с данным преступлением, совершенным вчера в 5 вечера? Также другой пример из этого пакета. Теперь у нас есть простой способ помочь пользователю найти тот самый наилучший масштаб, наиболее выразительно показывающий скрытые пространственные процессы. Или в пакете геостатистики. Для гуру геостатистики я могу сказать, что новый эмпирический байсовский кридинг отличается от прочих методов кридинга тем, что принимает в расчет оценку ошибки, привнесенной в семивариограммой. При этом зачастую стандартная ошибка этого метода более аккуратна в сравнении с другими кридинг-методами. Если же сказать об этом алгоритме общими словами, то это еще один качественный скачок, который поможет более точно оценивать данные сенсоров, заболеваемости, социологических опросов. Он будет спасать жизнь. Уже сейчас этот алгоритм активно используется в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции Фукусима. Ну что ж, давайте вместо того, чтобы показывать вам просто скучные какие-то слайды, я покажу небольшую демонстрацию, в частности, использования этого алгоритма. Итак, здесь у меня на экране Белоруссия, и контекст этой проблемы – это авария на Чернобыльской атомной электростанции. Итак, у меня здесь порядка 15 тысяч отметок данных сенсоров о содержании Цезия, 137 в атмосфере, взятые на все территории Белоруссии в 92-м году. И сейчас с помощью нового алгоритма эмпирического байсовского крининга я буду строить статистическую поверхность. Очень простой алгоритм с точки зрения пользовательского ввода, тем не менее предоставляющий большое количество возможностей указать различные параметры. Но точно так же я могу просто сейчас, вместо того, чтобы проходить через несколько экранов визорда, нажать просто кнопку «Финиш» и буквально через несколько секунд получить поверхность статистическую, которая будет интерполировать все эти 15 тысяч значений. Теперь я поменяю легенду, чтобы она соответствовала нам заданным стандартам. Поставлю 5 категорий. Единицы измерения здесь в кюри на квадратный километр. Это значит 40, 15, 5 и 1. Также уберу слишком небольшие значения. Сейчас потребуется порядка 10-15 секунд, чтобы эта поверхность была перестроена, перерисована. Но, как вы видите, большое количество данных, но тем не менее, в очень короткий срок поверхность была построена. И мы получили прекрасного качества математическую модель. Очень просто и практически никаких сложных операций с вводом и игрой с параметрами. Другим уникальным, я бы сказал, применением этого же нового алгоритма является построение другого типа статистических поверхностей. Это будет поверхность вероятности превышения определенной границы значения сенсоров. Так, например, здесь я заранее построил поверхность превышения значений в 5 кюри на квадратный километр. Такого типа поверхности отлично соответствует задачам построения карт эвакуации, долгосрочной эвакуации постоянно проживающего населения. Так, например, красные зоны здесь, это вероятность превышения 5 кюри на квадратный километр более чем 95% и так далее по убывающей. Другой алгоритм, который я хотел показать, это полигональная интерполяция. Здесь у меня данные по районам Белоруссии, и речь здесь идет о раке щитовидной железы у детей. Данные собраны с 1986 по 1992 год, и их значения указаны в случаях на 1000 человек. Достаточно хорошие данные, однако здесь, как конкретно в этом случае, несколько могут сбивать с толку на время. То есть у нас здесь два соседствующих полигона, несколько соседствующих полигонов, практически равных по площади, однако противоположных по значению. Итак, я могу сейчас с использованием новой полигональной интерполяции просто построить поверхность. Как вы видите, буквально через несколько секунд у меня получилась модель с очень небольшой среднестатистической ошибкой. Так, давайте добавим эту поверхность. И мы получили фактически статистическую модель, которая гораздо более точно проясняет ситуацию. Здесь у меня точно так же вероятность получить такое заболевание, проживая в конкретной точке, а не только просто в конкретном полигоне или районе Белоруссии. Ну что ж, давайте вернемся к нашим слайдам. Так, в 10.1 мы существенно переработали и улучшили средства работы с базами данных. В частности, давно ожидаемый прямой SQL-доступ к популярным СУБД, работа с так называемой родной геометрией SQL-сервер, Oracle, DB2 или DB2 и Postgres. Также мы добавляем поддержку новой СУБД от IBM, не ТЭЗе. Также несколько месяцев назад мы открыли API для работы с файловой базой геоданных. В 10.1 появляется новый продукт, это Spatial Data Server, который позволит в полной мере использовать ваши СУБД без SD-прослойки. 10.1 расширяет и улучшает интеграцию данных дистанционного зондирования и предоставляет новые инструменты для быстрого, масштабируемого и динамического управления такими данными посредством так называемого мозаик, датасет или набора данных мозаики. Это означает, что с моего лэптопа я могу работать с одним изображением или с десятью, или с тысячу, или с миллионом, приближать, передвигать, динамически отображать и выполнять анализ над огромным количеством растровых данных. Добавляется автоматическое улучшение параметров отображения. Добавьте изображение и после прочтения метаданных система автоматически скорректирует параметры отображения. Мы также добавляем инструменты для работы в трех измерениях. Я могу очень точно оценить высоту любого объекта по его тени. Алгоритм автоматически сделает необходимое вычисление, используя метаданные исходного растры. Встраивается также поддержка видеоданных. Так что я могу взять видео, снятое с дорожной камеры или с летательного аппарата и встроить его в мою геоинформационную систему. В 10.1 мы добавляем поддержку LiDAR данных. Посредством Mosaic Data Set данные LAS файлов будут динамически и эффективно отображаться и управляться. LAS файлы, я имею в виду данные оптической дальнометрии и данные воздушного лазерного сканирования, достаточно тяжеловесные и сделанные в большом разбросе разрешений. Теперь обрабатываются по той же технологии, что и данные дистанционного зондирования. И таким образом мы получаем такую же чрезвычайно интерактивную работу с LiDAR данными. Как с растрами, как с TIN моделями и как с облаками точек. И конечно же мы добавляем соответствующие аналитические инструменты. Это действительно крупное нововведение. И у многих из вас есть LiDAR данные, которые не всегда было легко интегрировать с другими данными и инструментами. Поддержка данных лазерного сканирования позволит разом решить множество проблем. Ну что ж, давайте я покажу вам демонстрацию с использованием LiDAR данных в ArcGIS 10.1. Итак, здесь у меня карта San Diego. И недавно с сайта геологической службы США я скачал порядка 10 файлов, содержащих около 10... 20 файлов, прошу прощения. Содержащих около 10 миллионов точек LiDAR. Все, что мне нужно сделать для того, чтобы добавить эти данные к моей карте, это использовать новый инструмент геообработки, который так и называется. Create LAS Dataset. Который достаточно простой инструмент и берет на вход либо конкретный LAS файл, либо папочку, которая содержит LAS файлы. И все, что мне остается теперь сделать, это буквально нажать кнопочку ОК. И уже через секунду я смогу увидеть данные LiDAR в моем документе. По умолчанию данные LiDAR рассвечиваются в соответствии с высотой над уровнем моря, но я также могу использовать классификатор. Так, в данном случае синие точки это водная поверхность, коричневая земля, зеленая это растительность. И поскольку данные в данном случае представляют из себя обычный слой, я могу также поменять, конечно, символ. Например, сделать мои здания, чтобы они были желтыми. Безусловно, LiDAR данные трехмерные, поэтому специально для работы с LiDAR данными мы добавляем окно просмотра в трех измерениях. Мы также добавляем инструмент профиль. Так, я могу с использованием этого инструмента растянуть линию, например, здесь вдоль бульвара. И выбрать все точки, которые попадают в эту линию профиля. И прямо здесь, если, допустим, какие-то точки не соответствуют классу заданному, я могу всегда изменить данные, просто используя, например, кнопку редактирования. В данный момент я использую точки, как отображение данных LiDAR, но точно так же я могу и построить поверхность. Сейчас в поверхности, которая будет строиться, будут использоваться все данные дистанционного зондирования, все LAS, точки. Но такого типа поверхность отлично подходит, например, для такого анализа, как построение области просмотра. Но мы также добавляем фильтр. И я могу указать, например, чтобы для построения, в данном случае, этой трехмерной поверхности использовались только точки, относящиеся к классу поверхность. К классу земля или водная поверхность. Такого типа поверхность, результирующая отлично, подходит для построения, например, линий контура. ArcSynv 10.1 также было модифицировано с тем, чтобы поддерживать работу с LiDAR данными. Здесь вы видите те же самые данные. Прекрасная интерактивность, отличная скорость. Однако моя модель, как вы здесь можете заметить, достаточно грязная над аквартурой. Но, однако, я могу использовать полилинии или полигональный класс береговой черты с тем, чтобы сделать мою модель более аккуратной. А теперь добавить все LiDAR данные, не относящиеся к классу поверхности. То есть, это данные, например, содержащие информацию о зданиях, о автомобилях, о яхтах, о растительности. И продолжить исследовать эти данные в ArcSyn, например, построю, считаю высоту отеля Мариотт на набережной. На порядка 86 метров. Ну, это было достаточно краткое введение в отображение данных LiDAR. Как я упомянул, наверное, уже, в 10.1 мы модифицировали набор данных мозаики с тем, чтобы хранить и управлять данными LiDAR. Набор данных мозаики изначально был оптимизирован и построен с идеей масштабируемости и высокой производительности в голове. То есть, сейчас мы можем использовать мозаик-датасет для того, чтобы хранить огромное количество данных LiDAR. Как в данном случае, я загрузил сюда, например, данные из Сан-Диего. Также у меня здесь, в этом же мозаик-датасете, есть данные из Huntington Beach или, например, апельсиновых рощ в Redlands. И поскольку я использую набор данных мозаики как хранилище, я могу опубликовать этот мозаик-датасет на сервере, сделать его доступным моим пользователям, моим коллегам в моей корпоративной сети, или если я решу сделать их доступным всем пользователям интернет. Точно так же это позволит мне, например, в другом случае, когда настанет время работать, например, в районе Crafton Hills College, подключиться к серверу, на котором опубликован сервис с LiDAR данными. И просто перетянуть этот имидж-сервис в мою карту и получить LiDAR данные здесь локально. По умолчанию сейчас сервер возвращает растовое изображение, которое сгенерировано на основе данных высоты. Но если администратор сервера решил, то он может позволить скачивать оригинальные LAS-файлы на клиентскую сторону. То есть я могу скачать эти LAS-файлы, которые были оригинально использованы в построении этой поверхности локально, и выполнить весь полноценный анализ прямо здесь, на месте, на моей машине. Ну что ж, перед тем, как закончить эту секцию с LiDAR, я бы хотел вам показать еще один набор данных лазерного сканирования. В этот раз это немного другого типа данные. Эти данные здесь у меня порядка 100 миллионов точек, собранных компанией Navtec и их специализированными грузовиками в городе Нью-Йорк. Такого типа данные отлично подходят, например, для валидации моих трехмерных моделей. Аккуратность позиционирования, высота моделей. Кроме того, эти данные такого типа содержат отличные, так называемые, true color значения, или значения, соответствующие натуральному цвету. По умолчанию Арксин рисует только часть точек для того, чтобы улучшить производительность. Однако я могу всегда запросить Арксин нарисовать данные в полном разрешении. Ну что ж, давайте вернемся к нашим слайдам. 3D. Итак, в 10.1 мы раздвигаем границы ArcGIS как 3D-платформы. Улучшенное быстродействие, трехмерные геометрические буферы, анализ затенения и трехмерные результаты анализа видимости. Редактирование в трех измерениях, в трехмерном пространстве. И, конечно, как вы видели, LiDAR. И это только начало. В этом году мы покупаем широко известную швейцарскую компанию, специализирующуюся на генерации контента. Компания называется Procedural. Это уникальная группа швейцарских инженеров. И именно они делают инструменты для полуавтоматической генерации всех этих замечательных картинок, которые вы видите справа на экране. Кстати, они же участвовали в создании городских ландшафтов Лондона в мультипликационном фильме «Тачки-2», если кто-то из вас видел. Полноценное трехмерное редактирование и генерация контента – это то, что многие из вас ожидали достаточно давно. Сначала этот продукт будет продаваться отдельно, затем мы постепенно полностью интегрируем его в нашу систему. Мы хотим добиться успеха, аналогичного тому, к которому мы пришли с интеграцией данных дистанционного зондирования. Мы сделали высококачественную визуализацию частью GIS, и мы сделаем простое интуитивное создание трехмерного контента такой же частью GIS, а не частью смежной технологии. Исследование в этой новой территории займет у нас еще около года, но я думаю, что это стоит того, и это существенно поменяет правила игры в области интеграции дизайна и гейнформационных систем. Ну что ж, давайте посмотрим на мобильные устройства. ArcGIS поддерживает мобильные устройства очень широкого спектра. Полевые устройства, повышенные прочности и надежности, смартфоны, планшеты. Мы старались покрыть практически все пространство популярных на сегодняшний день мобильных платформ. Windows, Windows Phone, Windows Mobile, iOS-платформа от Apple, Android, конечно, Android. И, конечно, ARPAD для high-end сбора данных все также остается полностью актуальным. До недавнего времени основная мысль, которая двигала прогресс в этом направлении, в этой области, это, пожалуй, иметь связь с полевыми работниками с помощью небольших приложений для полевых устройств повышенной прочности. Однако мы можем наблюдать и некоторые качественные изменения в этой области. Пользователи GIS ожидают иметь прямой, быстрый, полноценный доступ к своим данным, полнофункциональным алгоритмам прямо со своих смартфонов или планшетов. Находясь в отпуске или в общественном транспорте, или, может быть, даже в гостях у тещи. Другими словами, это не мы против них, а именно мы становимся все более мобильными, много и мобильно ориентированным сообществом. И это очень важный тренд, за которым мы внимательно следим и которому я бы хотел привлечь ваше внимание. Ну что ж, давайте я покажу вам еще одну демонстрацию. На этот раз. На этот раз это у нас будет демонстрация с iPad. Давайте постараюсь сделать немного более сфокусированным. Вот так вот. Я думаю, видно лучше немножко. Итак, здесь у меня есть приложение, которое могло бы быть использовано, например, инспекторами или инспектором поля с нефтедобывающим оборудованием и с нефтяными танками. Обычно такие танки, такие хранилища раскиданы на большой территории, где связь с головным офисом не всегда доступна, зачастую отсутствует полностью. И такого типа приложения для iPad поможет мне в данном случае выполнять инспекции даже в том случае, когда связь с головным офисом и с моей центральной базой геоданных отсутствует. Итак, я как инспектор начинаю свой рабочий день в офисе и начну его с того, что скачаю локально растровую подложку, а также сделаю локальную копию хранилищ с нефтью и начну, пожалуй, инспекцию. Итак, как вы видите, здесь у меня отличного качества карта и пока я еще в подключенном режиме, у меня есть связь с офисом. Здесь у меня зелеными точками отмечены мои танки, которые необходимо проинспектировать. И здесь уже даже есть один желтенький билетик. Кто-то, видимо, проинспектировал этот танк до меня. Но теперь, допустим, когда я подъехал к одному, к очередному танку, связь с офисом пропала. Давайте, чтобы продемонстрировать наглядно, как это будет выглядеть, я отключу сейчас связь. Так, я включу самолетный режим. Так, связь у нас должна была быть отключена. Да, и как вы видите, в правом нижнем углу экрана сейчас у меня появилась пометочка, что у меня нет связи. Итак, давайте посмотрим. Я собираюсь инспектировать этот танк. И скажем, что статус у него... Он прошел инспекцию. Я, может быть, укажу температуру его. В данном случае у нас шаблон в Фаренгейтах. Но это может быть, естественно, и градусы Цельсия. Может быть, даже добавлю фотографию. Ну и, пожалуй, готово. И я продолжаю путешествовать по этому полю. И, допустим, где-то в процессе перемещения меня до следующего хранилища, связь появилась. Давайте я сейчас убедюсь в том, что связь у нас установлена. И вернусь в мое приложение. Итак, как вы видите, пометочка пропала о том, что я был в отключенном режиме. То есть сейчас я могу синхронизировать мои изменения с главным офисом. Синхронизация выполнена. И теперь, например, мой менеджер, находясь в офисе, может видеть практически в реальном режиме времени информацию, которую я, как полевой инспектор, только что загрузил в мою кооперативную базу для данных. В том числе изображения и все комментарии, конечно. Вся информация уже находится на моем сервере. Давайте теперь поговорим о кое-чем и кое-что совершенно новое. Значит, в 10.1 мы представляем новый продукт нашей линейки. Это ArcGIS Runtime. Это очень легковесное, в плане занимаемого на диске места. Но в то же время многофункциональная платформа. Мы построили ее, можно сказать, с нуля. Новая архитектура, которая с самого начала была ориентирована на быстроту исполнения и масштабируемость. Что я имею в виду под масштабируемостью? Современное аппаратное и программное обеспечение имеет множество процессоров, множество ядер, большое количество памяти, 64 бита адресного пространства, аппаратную имплементацию геометрических графических операций. И все это используется здесь, в этой платформе, в полной мере. ArcGIS Runtime работает как на Windows, так и на Linux. Есть 64 и 32 битное исполнение. Хотя этот продукт ориентирован в первую очередь на разработчиков, я уверен, я бы сказал, что ArcGIS Runtime окажет большое влияние на всех нас. Какого плана приложения будут написаны и будут писаться с помощью этой новой платформы? Я бы сказал, что в большинстве случаев это будут специализированные приложения, ориентированные на некоторый рабочий процесс. Или же целью такого приложения может быть выполнение только одной конкретной задачи. Здесь у меня на экране сейчас одно из таких приложений, написанное на ArcGIS Runtime. И целью и задачей этого приложения является рассчитать диаметр водопропускной трубы под дорогой после того, как в области произошел пожар и водосдерживающая способность территории уменьшилась. Так, у меня здесь есть граница моего пожара, а также слой погибшей растительности. И, конечно, рельеф. Эти данные будут использоваться в расчете диаметра водопропускной трубы. Скажем, я возьму вот эту трубу, которая подходит под этим участком дороги, и посчитаю ее диаметр. Обратите внимание, что в то время, когда происходит расчет, мое приложение точно так же остается полностью интерактивным, с отличным качеством графики. Я могу выполнять какой-то другой анализ, если мне понадобится, параллельно. Ну что ж, размер, диаметр трубы был посчитан. Это 22 дюйма. И также в процессе была посчитана площадь водосбора. Это вся вода, которая будет проходить через эту трубу. Другой, пожалуй, отличительной особенностью приложений, написанных на ArcGIS Runtime, является быстрый запуск. Давайте я покажу еще раз. Итак, правая кнопка мышки. И открыть. Я думаю, где-то секунды полторы, наверное. И это достаточно большая по объему карта, что подводит меня, в принципе, к следующему пункту демонстрации, также горячо любимым мною. Это качество и скорость отображения, интерактивность. Довольно большой глубины карта с геологией. Геология всего североамериканского континента. Это отличные по качеству, превосходные метки Maplex и картографические представления. Есть еще одно приложение, которое бы я хотел тоже показать. Оно будет запускаться немножко дольше. Но это потому, что... Нет, кстати, не намного дольше. Но это потому, что вообще-то оно сейчас запущено с флешки. Почему я его запускаю с флешки, я объясню немножко позже. Но я хотел просто продемонстрировать быстроту и качество отображения. Такого плана приложения могут использоваться в навигационных системах для работы сразу несколькими транспортными средствами. Например, могу включить несколько различных слоев здесь. Скажем, такого плана может быть что-нибудь такое. Но цель в данном случае этой демонстрации не то, чтобы сделать так, чтобы вас укачало. А по большому счету продемонстрировать причину, по которой я использую флеш-диск. Как программист и как девелопер я знаю, что написать программу это одна задача. А заставить ее работать в другой среде, на другой машине, может быть, на другой операционной системе, это другая, зачастую многоходовая задача. И приложения, написанные на RGS Runtime, я бы сказал, также меняют правила игры в этой области. Все, что мне сейчас нужно будет сделать для того, чтобы перенести это приложение на другую машину, я вам постараюсь сейчас показать. Итак, я вытащу сейчас эту флешку. И перейду в другой конец зала, на другую машину. Здесь у нас появится сигнал. Появился сигнал. И теперь я возьму просто и вставлю эту флешку в эту машину. Посмотрим, что это значит. Перенести приложение, написанное на RGS Runtime, на другую машину. Это займет несколько секунд для того, чтобы флешка распозналась. Ну, я думаю, что, в принципе, она уже здесь. Да, вот она. Итак, давайте я запущу ее. Посмотрим, что это значит. Инсталлировать и развернуть эту программу. Займет некоторое время, чтобы она прочиталась. И в основном, надо сказать, что читаются здесь в основном данные. Потому что сам Runtime в данном случае это меньше, чем 30 МБ. Ну, и как вы видите, в принципе, все. Программа находится здесь. Опять же, полный функционал. Никаких лайсенс серверов. Все находится на этой флешке. Теперь для того, чтобы мне ее деинсталлировать, все, что мне нужно сделать, это по большому счету вытащить эту флешку. И, в принципе, программа деинсталлирована. Сегодня я использовал флешку, но по большому счету это может быть CD или DVD-диск. Или папочка в вашей локальной сети, которую вы скопируете локально на вашу машину. RGS-сервер. RGS-сервер, безусловно, в 10.1 становится взрослее. И претерпевает существенные позитивные изменения. Мы полностью переработали низкоуровневую архитектуру. Мы добавили новых возможностей. И сервер теперь стал быстрее, масштабируемее, полностью совместим с облаками. Его проще инсталлировать и администрировать. Очень просто создавать новые сервисы. Сервер в 10.1 это полностью 64-битное приложение. Все бинарники 64-бита. Это новая peer-to-peer архитектура, построенная исключительно на веб-сервисах. Мы избавились от D.com. Новый сервер больше не использует реестр. И RGS-сервер 10.1 это существенно лучшая поддержка операционной системы Linux. Здесь больше нет, например, MainWin. Это еще более глубокая и расширенная интеграция и поддержка OGC-стандартов, например, стандарты тайлов и сервисов обработки. Все это существенно укрепит и продолжит наше направление на интеграцию со сторонними разработчиками и приверженность открытым стандартам. Говоря об улучшениях в сервере, сложно не упомянуть о готовых веб-приложениях и API. Огромная работа проделана и здесь. Веб-API и веб-приложения в 10.1 становятся все более значимой частью геоинформационных систем. Среды разработки для Flex, для Silverlight, JavaScript и ArcGIS Explorer Online позволили появиться миллионам интерактивных карт. В 10.1 мы существенно улучшаем и расширяем поддержку Microsoft SharePoint, промышленной системы работающих в некоторых, я бы сказал, многих ваших организациях. Ну что ж, давайте я покажу вам небольшую демонстрацию с сервером теперь. Итак, здесь у меня на экране сейчас веб-карта, написанная с помощью JavaScript API версии 2.4, которая уже сейчас доступна вам с сайта args.com или sri.com. Обратите внимание, что в принципе, как я легко теперь могу переходить через линию смены дат. И это не только так для растровых подложек, но также и для, в принципе, динамических слоев, для растровых слоев, которые я могу подгружать с других сервисов и так далее. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Например, распространение волны. Волны цунами от землетрясения в Японии в марте этого года. Я также, по-моему, упомянул более аккуратный геодезический буфер. Так, например, здесь у меня геодезический буфер радиусом 1000 км. И обратите внимание, как изменяется его форма в зависимости от широты. геодезический линии. Также очень интересная вещь. Синяя – это прямая, красная – геодезическая. Аккуратная геодезическая линия. Расчет геодезических дистанций. Следующая демонстрация, я уверен, порадует тех из нас, да и меня тоже, в частности, как довольно ленивого программиста, я бы сказал. Это создание веб-приложений, полнофункциональных веб-приложений со сложными аналитическими сервисами, но при этом не написав ни одной строчки кода. Итак, я здесь скачал RGS Silverlight Viewer с сайта israi.com, установил и распаковал его на моем веб-серве, открыл его локально в моем браузере и теперь я собираюсь нажать единственную, пожалуй, самую большую здесь на экране кнопку – «Создать новое приложение». Я могу выбрать из шаблонов и существующих приложений для того, чтобы использовать их как основу для построения моего приложения, или же я могу использовать пустой шаблон. Пожалуй, с него и начнем. Хотя шаблон называется пустым, на самом деле это уже полнофункциональное веб-приложение с отличного качества картами, с большим количеством растовых подложек, которые я могу здесь выбрать. Это и OpenStreetMap, и Bing карты, и множество карт с RGS Online. Здесь же есть глобальный геокодер, но я хочу добавить мои данные и мой сервис сюда, на эту карту. Итак, я, пожалуй, перемещусь в области, которая меня интересует в данный момент. Мексика. И я собираюсь теперь добавить сервис, который я опубликовал заранее на моем RGS сервере. Это гидрология Мексики. Может, попеременую его с тем, чтобы имело больший смысл в легенде. Рейки. Но, просто помимо отображения этих полилиний, я хочу добавить сюда аналитический сервис. Аналитический сервис, который базируется на модели геообработки. Итак, я перед этим опубликовал этот сервис также на моем сервисе, на моем сервисе, и собираюсь теперь добавить этот сервер или этот сервис. Все, что этот сервис делает, по большому счету, это трассировка этой гидрологической сети. И на вход этот сервис, как входной параметр, он берет флаг. Такой символ выберем. а на выходе он возвращает полилинии гидрологической сети, которые были трассированы вверх по течению от этого флага. По большому счету, готово. Все, что мне осталось сделать теперь, это, пожалуй, дать название моему приложению. Так его и назову. Трассировка рек Мексики. Теперь я выберу конечный вид приложения, как оно будет выглядеть для моих пользователей. Я могу выбрать из нескольких так называемых скинов. Те из вас, кто пользовались Winamp, я уверен, знают, что это такое. Например, выберу что-нибудь такое. Фактически, такой так называемый скин определяет расположение легенды, кнопок в окне, которое будет представлено пользователю. Скажем, я выберу такой вариант. И фактически сейчас я уже готов опубликовать это приложение на моем веб-серве. Сейчас оно распаковывается, устанавливается, и как только процесс установки будет закончен, я смогу поделиться этим приложением с моими коллегами по работе, или если я, опять же, решу сделать его более публичным, я могу опубликовать его в интернет. Итак, открылось новое окно, и как вы видите, вот мое приложение, которое именно так будет выглядеть для моих пользователей. Я могу сейчас взять и отправить эту ссылку по электронной почте, поделиться ей с кем-то, и оно будет выглядеть для всех одинаково. И, конечно, аналитический сервис. Вот у меня появилась кнопочка, я укажу сейчас флаг, скажем, поставлю сюда и выполню запущен аналитический сервис. Сейчас на сервере происходит трассировка этой гидрологической сети, и как только результат будет доступен, результат уже доступен, я получил фактически часть сети гидрологической, которая выше по течению находится от нового флага. Как вы видите, ни одной строчки кода, 2-3 минуты и, в принципе, полнофункциональное сложное приложение с отличной картой, прекрасной навигацией и сложным аналитическим сервисом готово для моих пользователей. Ой, страшное приложение, извините. Следующая демонстрация. Я уже упомянул, что Network Analyst поддерживает трафик реального времени, исторический трафик, трафик ожидаемый во всех шести алгоритмах. Итак, здесь у меня карта San Diego отличного качества, кстати, написанная с помощью Flex, RGS для Flex API, и в зависимости от того, как я меняю время, различные маршруты будут строиться и различного шаблона, или не шаблона, а различного паттерна трафик будет отображаться. Скажем, построим что-нибудь в районе 18 часов. А может быть, что-нибудь в районе 22? Да. Динамические слои. Следующая демонстрация относится также к одной из часто спрашиваемых даже, я бы сказал, зачастую требуемых улучшений функционала, в частности мэп-сервиса. Многие из веб-девелоперов спрашивали нас о том, чтобы мэп-сервис мог поддерживать десятки, сотни или тысячи слоев, и чтобы именно клиентская сторона могла определять, чтобы клиент мог определять, какие из этих слоев, и с помощью каких символов, с помощью какой легенды могли бы отображаться. Так, здесь у меня несколько слоев с данными переписи населения по США. Я могу изменить легенду, скажем, сделать ее в синем спектре. Также могу поменять классификатор, классификатор, допустим, сделать его в Natural Breaks. а также я могу добавить сюда, например, еще одну переменную и исследовать обе этих переменах параллельно и одновременно. Могу добавить, может быть, даже еще парочку. Также могу подсветить светом каким-то определенным выделенный break. Но, в принципе, ничего особенного, но, пожалуй, элегантность идеи реализации здесь заключается в том, что ни одна из этих карт заранее не была преконфигурирована на сервере. Все отображение, вся генерация картинок происходит на сервере, однако, именно клиент определяет, какие из этих слоев и с помощью каких символов должны быть отображены и нарисованы. Следующее приложение, которое я бы хотел показать, также относится к одному из часто задаваемых вопросов. Это печать. высококачественная печать. Здесь у меня карта лесного пожара со спутниковым снимком местности, полигональные, точечные и полилинии слои. Я могу добавить сюда какие-то данные, например, геобработки или же, например, нарисовать что-то от руки, а потом просто взять и запросить сервер, чтобы он сгенерировал, например, огромную карту, может быть, даже формата А0 в любом из перечисленных форматов, но я так и останусь на PDF. И в результате я с сервера получу PDF-документ, который будет соответствовать всем картографическим канонам отличного качества, нужного мне формата и будет готов к тому, чтобы быть отправленным на печать. И я могу это сделать не только из окна браузера, но и с моего планшета или с моего сотового телефона. И практически сейчас вот уже все, я думаю, появится. Пока этот сервис работает, давайте я перейду к следующей демонстрации, которая относится к производительности некоторых алгоритмов, которые мы пересмотрели в RGS 10.1. Итак, здесь у меня карта Москвы, Московской области, отличного качества. Эй. Кстати, только что появилась карта. Да, как вы видите, готова к печати, отличного качества, и как я только что сказал, я мог бы сгенерировать такого же качества, такого же размера карту, в данном случае формата А0, даже используем мой смартфон. Итак, карта с Москвой. К сожалению, похоже, у нас что-то происходит с нашей подложкой и сервисом подложки. Нет, он вернулся. Ну что ж, я упомянул, что алгоритм построения полигонов области обслуживания, в частности, был существенно переработан. и ускорен. Здесь я сейчас буду строить в Москве полигоны области обслуживания радиусом 7 минут. Поскольку все-таки в Москве с трафиком проблемы, я подозреваю, что это, наверное, где-то в ночное время происходит. Но, тем не менее, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что сейчас, наверное, на генерацию в среднем одного такого полигона уходит порядка 100 миллисекунд. Давайте я поясню. Точка от перемещения курсора моей мышки сейчас отправляется на сервер, на ArcGIS-сервер, который проходит через все его слои и достигает алгоритма построения полигона области обслуживания, который, в свою очередь, пробегает десятки тысяч узлов транспортного графа, формирует полигон, упаковывает его в JSON-формат, передает через все слои сервера обратно на клиент, который, в свою очередь, распаковывает его и рисует. И все это происходит менее, чем за 100 миллисекунд. Ну вот, давайте вернемся опять к нашим скучным слайдам. Однако раздел достаточно нескучный. ArcGIS Online и ArcGIS портал. Для всех для нас в 10.1 появляется еще один способ донести для других нашу работу, то, что мы делаем. Этот способ называется ArcGIS Online. Многие из вас уже знакомы с ним, некоторые пока только присматриваются к этому продукту. ArcGIS Online это все-таки продукт, которым вы можете пользоваться уже сегодня, уже сейчас, просто открыв сайт ArcGIS.com. И ArcGIS Online тесно и глубоко интегрирован с другими подсистемами ArcGIS. Безусловно, все остальные подсистемы ArcGIS версии большее и более глубокое проникновение в это новое измерение. Однако, ArcGIS Online это не просто веб-сайт, это один из наших продуктов, как я уже упомянул, который называется ArcGIS Портал. И то, что вы видите на сайте ArcGIS.com, это ArcGIS Портал, работающий на площадках ESRI и управляемый нашими сотрудниками. Вы можете развернуть свой собственный ArcGIS Портал, который будет базироваться на площадке вашей организации. И сейчас мы активно работаем над локализацией, над русской версией ArcGIS Портал, которая будет доступна в ближайшее время. Таким образом, все, что я буду говорить дальше об ArcGIS Online, вы можете смело применять как ArcGIS Портал и наоборот. Однако, пожалуй, одна из самых главных целей ArcGIS Online это организация совместной работы. Работы многих и многих специалистов и обычных интернет-пользователей, конечно. Это и каталогизация данных и сервисов, и интеграция различных сервисов в готовые к употреблению продукты. Краудсорсинг. Добавьте к этому инструменты социальных сетей с разграничением доступа, организации групп и многое-многое другое. Вы сможете использовать ArcGIS Online, кстати, как хостинг ваших сервисов. Вам сервер для этого. При этом хостинг ArcGIS Online в данный момент это так называемый облачный хостинг на базе Amazon EC2 и Microsoft Azure. Это означает, что ваш сервис сможет с легкостью управляться со взрывным ростом нагрузки. Как только ресурс одного сервера исчерпан ему на помощь, сразу придет один, два или десять новых серверов. Сердцем ArcGIS Online являются так называемые умные веб-карты. Карты, которые вы можете собрать прямо в окне браузера из множества различных сервисов. И совсем не обязательно, чтобы эти сервисы работали на продуктах ESRI. Достаточно лишь соблюдения OGC открытых стандартов. Умные веб-карты не ограничиваются растровыми подложками. Это и полнофункциональные аналитические сервисы, и отображение динамических данных, исторические данные, изменяющиеся в зависимости от времени, можно сказать, функции от времени, функции, конечно, геокодирования прямого и обратного. Это доступ к тем данным и алгоритмам, которые у вас есть сегодня, как у пользователей ArcGIS, Desktop или ArcNet, но только теперь используя тонких клиентов. Умные веб-карты могут использоваться везде, на разных платформах, современных смартфонах, операционных системах Windows, Windows Phone, Android, iOS, конечно, на дисктопах, планшетах и во всех популярных браузерах. Оставаясь полностью интерактивными, они могут быть встроены в блоги, новостные и корпоративные сайты и социальные сети. И, конечно, я могу открыть умную веб-карту Wargmap. Идея здесь проста. Одна карта должна быть полностью доступна везде и всегда. Сегодня RGS Online это не только веб-сайт, это еще и огромное количество данных и сервисов, которые доступны вам в большинстве своем бесплатном. Мы радикально увеличим количество базовых карт, сервисов изображений и прочего информационного наполнения. Новые сервисы Landsat, покрывающие планеты современными историческими до 40 лет назад данными. Новая подложка океанов. В сотрудничестве с более чем тысячью партнерами мы строим топографическую карту мира. своего рода авторский краудсорсинг. Карту мира в сотрудничестве с National Geographic. Глобальный геокодер совместно с Navtec. Следующая демо, чтобы вы немного проснулись. И сейчас я покажу вам демо с RGS Online. Итак, здесь у меня на экране сайт RGS.com Наверное, кто-то из вас видел его уже, кто-то может быть нет еще. Содержит огромное количество данных, растровых подложек, динамических сервисов, каталогизированных здесь, отображенных здесь, с которыми вы можете всегда работать, что-то комбинировать, капилировать и в какую-то новую, может быть, веб-карту, с которым можно будет поделиться потом с кем-то. Шаблоны, легенды, схемы, баз, геоданных. Большинство из этого контента общедоступно, часть его разграничена и ограничена только, и доступна только членам определенных групп. Давайте, например, посмотрим, допустим, я поищу что-нибудь связанное с нефтью. и больше даже 400 у меня результатов. В данном случае это и различные просто данные, и различные карты. Вот, кстати, на самом верху у меня находится карта, созданная пользователями этого ресурса rgs.com, а также с помощью наших сотрудников компании ESRI. Здесь я могу увидеть детальное описание правообладателей, сервисы, которые составляют это веб-приложение, а также если я введу имя пользователя пароля, я смогу оставлять комментарии, рецензии, может быть, какие-то пожелания и так далее. Ну что ж, давайте откроем эту карту. Сейчас я могу и собираюсь открыть ее прямо здесь в браузере, но я бы мог использовать RGS Explorer онлайн или, например, прямо RGS Desktop. Итак, данные подгружаются. К сожалению, в данном случае этот сервис у нас один из этих сервисов не работает. Давайте попробуем еще раз. Нет, появился. В данном случае нет, не появился. Жаль. но не я виноват, но по большому счету не хотел, конечно, перекидывать на них ответственность, но жаль. Тем не менее, поскольку система распределенная, в данном случае сервисы приходят с различных серверов, ситуации такого рода могут случаться. Но, опять же, это преимущество RGS портала. Зная, какой именно из этих сервисов недоступен на данный момент, вы можете всегда найти ответственного человека, который быстро все исправит. Итак, давайте я укажу имя пользователя и пароль, который, кстати, вы можете получить для себя прямо сегодня, бесплатно совершенно зарегистрировавшись на сайте и получите и получите доступ к большому количеству дополнительных данных и сервисов открытых по регистрации. Итак, я ввел имя пользователя и пароль, и я могу перейти в раздел моего контента, моего содержимого, моих данных, моих веб-приложений, которые я создал и добавил, каталогизировал на моем RGS портале, который в данном случае RGS.com. Здесь у меня есть веб-карты, здесь есть сервисы геопроцессинга или геообработки, или же может быть просто приложения, какие-то веб-приложения на Flex или на JavaScript. Я могу сюда загрузить данные с шаблонов, схемы баз геоданных, геоданные, слои, так называемые tile packages или геопроцессинг packages. Огромное количество функционалов. И, безусловно, я могу определить права доступа к любому из этих элементов. Так, например, к карте Москвы в данный момент у меня есть доступ всем участникам моей организации, а также следующим двум группам. Давайте я открою эту карту. Могу оставить комментарий даже какой-нибудь. открою эту карту и подождем немного. к сожалению, с интернетом у нас сегодня... О, нет. Видимо, это я. Итак, это та же самая карта, которую вы недавно видели в другом приложении с быстрыми полигонами области обслуживания. однако я сейчас постараюсь сделать кое-что с этой картой больше. Итак, мне недавно сообщили, что наш отдел по работе с муниципалитетами добавил новый фича сервис так называемый, который позволит если я его сейчас правильно найду отчеты граждан да который позволит гражданам гражданам жителям города Москвы информировать мэрию о найденных каких-то проблемах в городе я именно сейчас его собираюсь добавить сюда судя по легенде этот сервис позволяет создавать точечные объекты с тремя типами приоритетов от нормальной до критической проблемы и я сейчас собираюсь сохранить эту карту которая содержит на данный момент два сервиса это растровая подложка и этот фича сервис дам ей новое название заявки граждан и жителей более политически корректно жителей Москвы сохраню эту карту в составе моего контента потребуется некоторое время для того чтобы карта была сохранена но надеюсь не слишком долгое время для чего я это делаю пока карта сохраняется в принципе сейчас используя окно браузера я скомбинировал скомбинировал два различных сервиса это сервис растровой подложки который находится на одном сервере и сервис который находится сейчас на серверах на самом деле в США это фича сервис скомбинировал их в одно веб приложение и сейчас это веб приложение после того как оно будет я думаю все таки сохранено в составе моего контента я смогу определить на него права доступа и получить доступ к этому приложению с любого мобильного устройства либо из аркмеп интересно давайте тогда вот так вот сохраняем либо из аркмеп либо из rjs explorer онлайн либо с планшета ipad или android планшет или любого смартфона и так карта была сохранена к сожалению с таким несколько неуклюжим именем простите и так я укажу права доступа я открою и эту карту для всех сейчас и в принципе перейду теперь к демонстрации с помощью этой камеры для мобильных устройств здесь у меня смартфон motorola с операционной системой android сейчас я постараюсь сделать так чтобы его было немного лучше видно теперь я например как житель города москвы прочитав может быть какую-то новость на сайте мэрии или услышав ее по радио скачал бесплатное предложение с rjs прошу прощения с android market который называется rjs здесь по открытию у меня сразу находится какая-то определенная карта отличное качество отображения прекрасная интерактивность все инструменты для навигации для поиска геохидирования прямое и обратное инструменты для измерения дистанции площади и так далее и тому подобное но также у меня есть доступ к ресурсам rjs online или если вы конфигурируете его таким образом для вашего корпоративного портала и так я как тот же самый житель москвы сейчас постараюсь найти недавно созданную карту добавлены вот она заявки жителей москвы надеюсь вам видно она с самого вверха сейчас находится открою эту карту и так я вижу сейчас ту же самую карту москвы которую я только что показал вам на экране браузера и допустим гуляя где-нибудь в центре города например на строении строение 2 по улице Пятницкой давайте мне больше строение 8 если честно говоря я увидел граффити и я собираюсь сообщить об этом мэрии так я укажу точку скажем это у нас находится на восточной стене добавлю фотографию укажу мой номер телефона и так же укажу может быть свое имя и конечно укажу тип проблемы могу выбрать из большого количества зависит вообще-то от домена на вашей базе геоданных в данном случае граффити и в принципе я готов к тому чтобы к сожалению не так хорошо видно но если вы мне поверите доверяете я вам могу сказать что в принципе только что эта информация была загружена на сервер чтобы подтвердить правоту моих слов я сейчас уже может быть как в качестве сотрудника ЖКХ или может быть аналитика мэрии могу получить доступ в любой момент к этим данным в аркмэп или же в каком-то специализированном веб-приложении и принять какие-то оперативные меры может быть или же принять какие-то может быть более долгосрочные статист стратегические меры по предотвращению и недопущению может быть минимизации такого плана событий в будущем да ну к сожалению у нас все-таки давайте я попробую отключить подложку может подложка долго грузится вот она появилась у нас точка и давайте я посмотрю что это у нас за содержимое здесь да как видите некто Дмитрий такого-то числа пожаловался на том что какая-то неприличная картинка нарисована была давайте вернемся опять к нашим слайдам помимо разработки основного продукта мы также занимаемся специализированными решениями для конкретных отраслей разработкой этих решений занимаются инженеры высочайшей квалификации с многолетним опытом практической работы в конкретных условиях и областях человеческой деятельности так у нас есть и активно развиваются логистические решения у нас есть решения предназначенные для предупреждения работы во время и устранения последствий чрезвычайных ситуаций но пожалуй самым крупным здесь является решение для территориального управления так называемый local government большинство этих моделей геобработки инструментов структур данных шаблонов и сервисов бесплатны и доступны на сайте ESRI для вас уже сегодня то же самое кстати сайт args.com если вы поищете что-нибудь связанное с FEMO или с чрезвычайными ситуациями вы найдете огромное количество контента который доступен в большинстве своем бесплатно безусловно ESRI успешен во многом благодаря своим партнерам часть из которых это IT-гиганты такие как Microsoft IBM SAS Oracle те кто помогают делать наше программное обеспечение более эффективным открытым и современным с другой стороны тысячи бизнес-партнеров из разных отраслей сфер человеческой деятельности эти люди расширяют нашу платформу привнося экспертные знания практический опыт поднимая в целом наше ГИС-сообщество на новую ступень профессионализма спасибо вам